Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное. Естественно. С 13 лет моего гостя готовили стать лидером движения Нью Эйдж. Его задачей было внедрять практики Нью Эйдж в западном мире. Христиане казались ему самыми неразвитыми людьми на планете. Пока Иисус не перевернул весь его мир с ног на голову, оставайтесь с нами. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Сегодня с нами Алан Страдвик. Мне сложно в это поверить. Однако Алана, как и многих других, воспитывали, не знакомя с религиями. Вообще ни с какими. Затем в 11 лет он увидел видение. Это был его первый сверхъестественный опыт. Помните, он не был знаком ни с одной религией. Так что это было за видение? Мне было 11 лет, и в этом видении я увидел себя в будущем. На вид мне было лет 40-50. Я был в костюме, служил людям, учил их. Интересно, что в момент самого видения я словно отключился. А затем, придя в сознание, первым делом подумал, почему мне опять 11 лет? Зачем я вернулся в детство? Я словно вернулся в прошлое, и мне это не понравилось. Следующие 3-4 дня я был совершенно дезориентирован. Я просто не знал, что это было такое. Понял лишь, что это было нечто сверхъестественное. Ведь на тот момент с таким мы не были знакомы. Насколько я знаю, ваш отец был успешным бизнесменом, а ваша мачеха увлекалась движением Нью Эйдж. Сколько вам было лет, когда в ваш город стали приезжать лучшие гуру и учить вас и вашу мачеху прямо у вас дома? Сколько вам было? Мне было 13, я был очень молод, поскольку никакого другого опыта у меня не было. Во время демонстрации практик Нью Эйдж, я просто сидел и наблюдал. Когда эти люди стали учить различным духовным вещам, мне тоже захотелось с ними познакомиться. В индуизме верят, что душа всегда возвращается на Землю, чтобы чему-то научиться в новой реинкарнации. Один из гуру решил, что я был на Земле уже больше 300 тысяч раз. Очень много, подумал я тогда, вам это полюстило. Конечно, ведь мне тогда было всего 13 лет. В результате мои родители, да и я сам, согласились, чтобы я стал учеником этого гуру. Каждый год мне нужно было приглашать в свое тело очередное индийское божество, чтобы я духовно развивался. Так сказал мне этот учитель. А какова была конечная цель их так называемого учения? Конечная цель была двоякой. Во-первых, чтобы я стал духовно продвинутым и после своей смерти отправился в ту часть Вселенной, которая называется Нирвана. Во-вторых, чтобы я стал настолько продвинутым в духовных знаниях этого учения, что смог бы влиять на людей и нести мир на планету. В 22 года Алана пригласили стать организатором. Что же за тайные собрания вы организовывали? Меня приглашали как лидера на различные тайные собрания. Во-первых, мы разрабатывали стратегии влияния на христиан, чтобы они перенимали нашу систему верований. Во-вторых, мы стремились влиять на все сферы жизни этого мира, чтобы люди принимали принципы учения. Далее, в-третьих, установить новый мировой порядок и новую мировую религию. Это было нашей целью. Сколько лет назад этому учили? 25-30 лет тому назад у них была цель. Конечно. Я рос в этом, поэтому знаю. Их цель была в том, чтобы изменить культуру. Они применяли свои стратегии с уверенностью, что через 30 лет наступит время нового мирового порядка или новой перезагрузки. А христиане примут большую часть верований Нью Эйдж. 30 лет уже прошло. Они добились успеха? Да, мне не нравится об этом говорить, но, кажется, добились. Сейчас я вижу много обманутых христиан. Некоторые даже не знают, что они обмануты. Я сам был лжеучителем, который пытался вовлечь христиан в Нью Эйдж. В то время я считал, что именно это и правильно. Расскажите, что именно входило в ваши обязанности? Мы разрабатывали курсы по личностному развитию, бизнесу, и даже по духовным практикам, стараясь увлечь людей верованиями индуизма, чтобы их жизнь преображалась, как нам тогда казалось, к лучшему. Эти слова говорят сами за себя. Вы учили хорошему, но плоды этого учения были плохими. А вы видели в людях, которых обучали не любовь и доброту, а совсем противоположные вещи. Какой же была ваша реакция, когда вы узнали всю подноготную учение? Меня это смущало. Я видел, как люди разочаровывались, впадали в депрессию, думали о суициде, уходили из семей. Мне казалось, что все должно быть иначе. Тогда я решил спросить своего гуру, почему наши принципы не работают. Его ответ был очень простым, но он мне не понравился. Гуру был уверен, что люди были недостаточно развиты, чтобы принять ту духовную энергию, которую мы несли. По этой причине у них начинались проблемы. То есть они должны были достичь некого совершенства. Хорошо, вы были организатором и раздавали людям анкеты, чтобы знать, чем им помочь. Однажды вы по какой-то причине тоже решили ответить на вопросы этой анкеты. Я подумал, что мне, как организатору, тоже нужно заполнить анкету. К примеру, один из вопросов был таким. «Если бы вы могли делать или иметь все, что угодно, что бы вы сделали?» В то время меня уже многое смущало, и я хотел найти ответ. Меня учили о Вселенной, но я ничего не знал о Боге, об Иисусе. И вдруг, заполняя анкету, я увидел еще одно видение, какого у меня никогда не было. Первое видение было о будущем, но такого никогда не было. Я по-прежнему находился в классе, но вдруг там же я увидел Бога. Не знаю, как я понял, что это Бог, я просто знал это. Он весь излучал свет. Но еще больше меня удивил тот, кто был справа от Него. Я никогда не читал Библию и ничего не знал, но справа от Бога я увидел Иисуса. И Он стал говорить со мной. Он говорил мне о моей жизни, о моем будущем. Он был реальной личностью. Я Его видел, хотя Он весь светился. Затем Он твердым голосом произнес, «Протяни руки». Я протянул к Нему руки, и Его свет передался Мне. Мои руки словно пронзил электрический ток. И Иисус сказал, «Ты больше не будешь исцелять Своей силой. Ты будешь исцелять и помогать Моей силой». Это Его послание. Когда вы это сказали, я ощутил Его силу, а вы тоже? Да, я и сейчас ее чувствую. А знаете, что сделал Аллен? Он решил испытывать Иисуса в течение года. Вы можете себе это представить? Аллен учил верование в Нью Эйдж и в то же самое время следовал Библии. Это после такого-то мощного посещения Иисуса. Не поверите, что произошло. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». В течение двух недель я смотрел вашу удивительную и интерактивную программу «Это сверхъестественно». С тех пор я смотрю ее каждый день. Программа всегда касается меня. Я получил исцеление от травмы шеи и позвоночника прямо во время просмотра вашей программы здесь, в Папуа-Новой Гвинеи. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей по адресу, который видите на экране. Это сверхъестественно. Алан, я не понимаю. Вы — лидер движения «Нью Эйдж». Только что увидели в видении Иисуса и самого Бога Отца. Как же вы действовали дальше? В тот момент я был в смятении и не знал, что делать. Первой мыслью было пойти в церковь. Почему? Я все еще рассуждал с позиции верования «Нью Эйдж». Я подумал, что стоит мне войти в церковь, как некие духи Вселенной, переместят меня за кафедру, и я смогу начать учить христиан об их ошибках и развитиям. Я решил, что так будет правильно. Да, Иисус пришел ко мне, но я совсем его не знал. Вы отправились в церковь, это так, и что же было дальше? Я сидел и ждал, когда Вселенная что-нибудь сделает. Но ничего не происходило, кроме того, что пастор повторял местописание, где Иисус говорил, ибо «ига» — мое благо, и бремя мое легко. «Ига» — это хорошо мне знакомый термин в индуизме. Я постоянно принимал в свою жизнь «ига» индийских божеств. Я подумал, вот это да, но здесь все иначе. «Ига» божеств усложнял мою жизнь. А здесь говорят, когда ваш господь Иисус, его «ига» будет легким. И я подумал, а почему бы и нет? Когда пастор спросил, а кто хочет принять Иисуса в свое сердце, «Пожалуйста, выходите», и вот тогда я вышел. Я произнес молитву покаяния, не зная, что делаю, но в этот момент я ощутил, что в моем духе что-то происходит. Тогда я не знал, что это было. Пару лет спустя я узнал, что таким образом я родился свыше, но тогда я подумал. Я получил духовный опыт, пригласил Иисуса в свою жизнь, но остальные божества по-прежнему во мне. «О, нет!» И я решил это проверить. Я читал Библию, продолжая в течение года выполнять практики, делать все, что необходимо делать лидеру Нью Эйдж и проводить семинары, при этом заменяя все, что только возможно, Иисусом. Во время медитации я призывал имя Иисуса, а не имена демонических божеств. Когда я плохо себя чувствовал, я искал, что говорил об этом Иисус. Он сказал «возложите руки на больных». Я возлагал на себя руки и сразу чудесным образом исцелялся. Потом я чудесным образом освободился от беспричинной печали, и так было во всем. Я решил испытывать Иисуса в течение года, и после всего, что со мной произошло, я понял, Он более великий, чем все остальные до Него. Для меня это стало откровением. Теперь мне хочется всем рассказать об этом Иисусе. Я вновь посвятил свою жизнь обучению людей духовным вещам и тому, как изменить жизнь к лучшему. Теперь я знаю Бога, который может все, Его имя Иисус, и я расскажу о Нем всем. Спустя год я был наполнен любовью Божией, покоем, которого мне никогда не могла дать ни одна практика Нью Эйдж. И вот что произошло, все это время Алан познавал Иисуса и все больше убеждался, что Иисус реален. В то же самое время он учил в Нью Эйдж, продолжал. Но так продолжалось совсем недолго. Что было дальше? Да, люди вставали и уходили с моих семинаров, как только я упоминал об Иисусе. И было много странных событий. А что думали об этом ваши гуру и лидеры? Я хотел как можно скорее рассказать своему гуру, что нашел Господа, который лучше всех других богов. Но во время встречи в лице гуру проявилось лицо демона. Меня это напугало. Гуру закричал «Уходи отсюда!». Я ушел, и пока я ехал в свой родной город, гуру исключил меня изо всех структур и организаций, в которых я участвовал как лидер. Они просто выгнали меня. Вы были благословлены тем, что у вас был наставник, после того, как вас отовсюду исключили. Расстроило ли вас, что вас исключили? О нет, когда я увидел, как в моем гуру проявился демон, я понял, что был спасен. Вы встретили человека Божьего, который молился за ваше освобождение от демонов. Какую разницу вы ощутили, когда обрели свободу? Мне даже сложно описать то, что я почувствовал. Я ощутил свободу, настоящую свободу. Свободу, на которую уже ничто не может повлиять. Страха, волнений, тревоги и боли больше не было. Я ощутил абсолютную свободу и радость. Радость, наполнившая мою жизнь, была невероятной. Когда я еще испытывал Иисуса во время медитации, на меня вдруг сошла радость. Я ничего не понял, но мне пришлось выйти из комнаты для медитации, потому что я слишком шумно радовался. Позже я осознал, что принял Духа Святого и родился свыше. Сколько лет вы были верующим, когда написали свою книгу? Хотя бы приблизительно. 20-25 лет. Почему вы так долго ждали? У вас есть информация, которую так необходимо понимать миру? Согласен, я всегда это повторяю. Но, во-первых, мне казалось, что это никому не интересно. А во-вторых, в моей жизни было столько тьмы, что я не хотел о ней вспоминать. Я хотел познавать любовь Иисуса. Однако люди стали говорить мне, что я мог бы многим помочь, если бы написал книгу. Мне хотелось сделать это в назначенное Богом время. И оно пришло. Я мог бы написать ее и 10 лет назад, но самое время сейчас, когда в мире много лже-пророков и лже-учителей. Одним из которых был, кстати, и я. Именно сейчас людям нужно узнать всю правду и освободиться от лжи. Расскажите хотя бы об одной из тех вещей, которые наводнили церковь в результате просчитанной стратегии. Стратегии, самое главное, это йога. На одном из тайных собраний мы решили внедрить йогу. 30 лет назад это казалось безумием, но мы разработали пошаговую стратегию, чтобы не только западный мир стал благосклонно относиться к йоге, но и христиане по всему миру. А знаете почему? Занимаясь йогой, вы соединяетесь с индийским божеством. Это своего рода ритуал. Не преднамеренно? Но если вам скажут, я просто делаю эти упражнения и хорошо себя чувствую, что вы тогда ответите? Вы не можете отделить духовные упражнения от их духовного влияния. Я был тренером по хатха-йоге, и я знаю, для чего она нужна. Это не просто физические упражнения. Значит, есть задача, а за всем этим стоит определенная цель. Я прав, просчитанная и осуществленная. Какие два мотиватора вы бы назвали самыми мощными на планете Земля? Для меня это страх и любовь. Страх от врага, и мы это знаем. Бог дал нам недух страха. Однако сегодня мы видим, что многие христиане боятся определенных вещей, и не только вируса COVID, но и жизненных обстоятельств. Я вижу, что многие христиане охвачены тревогой и депрессией. Когда я говорю с такими людьми о Боге, я всегда спрашиваю их, «Вы верите в Иисуса или вы знаете Иисуса?» Потому что недостаточно просто знать, что Он есть. Нужно в Него верить. Кто-то вполне может отнять у вас ваше верование. Но никто не отнимет у вас практического познания того, кто умер из-за вас. Он так возлюбил вас, что пострадал лично за вас. Воскреснув из мертвых. Он желает обитать в вас и использовать вас так, как вы даже не могли себе и представить. Вы не представляете, насколько вы особенные. Вы были избраны, чтобы в этом поколении действовать, в величайшей славе Божией. Но мне хочется, чтобы вы узнали его, прежде чем мы продолжим. Если вы произнесете вслух эту молитву от чистого сердца, вот тогда Бог выполнит свою часть работы. Поэтому повторяйте за мной. Дорогой Бог, я грешник. Против тебя. Против тебя одного. Я согрешил, и я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса омывает меня. Это первый день нового этапа моей жизни. Я не буду оглядываться назад. У меня впереди прекрасное будущее. Моя прошлое покрыто твоей кровью. И ты больше никогда не вспомнишь моих грехов. Никогда. И теперь, когда я чист, Иисус, приди и живи во мне. Я принимаю тебя своим спасителем и своим Господом. Аминь. Алан, я кое-что знаю. Вы можете помолиться за каждого, кто произнес сейчас вместе со мной эту молитву, или произносил ее когда-то в прошлом. Я даже увидел этих людей. Помолитесь, чтобы Божий огонь сошел сейчас на всех, кто жаждет большего. И, возможно, Бог покажет вам что-то еще. Тех людей, которые были зависимы от оккультных наук и освободились. Во-первых, хочу, чтобы вы знали, я работал на врага, и дьявол был моим господином. А теперь тружусь для Бога, и мой Господь Иисус. Иисус — это ответ на все ваши вопросы. Сейчас я помолюсь, чтобы Божий огонь, который Иисус вложил в мои руки, сошел на вас сейчас и не только дал вам двойную меру духа развлечения, чтобы вы могли понимать, какой дух находится перед вами. Но что еще важнее, чтобы у вас были личные встречи с Богом. У вас будут встречи, на которых вы будете познавать Бога и Господа Иисуса. Это будут встречи полной огня. Огонь Божий сойдет на вас, как это было в моем видении. И, Отец Небесный, я молюсь сейчас о двойной мере. Пусть люди познают радость в Господе и принимают двойную меру духа откровения и духа познания, чтобы распознавать будущее, и все то, что Бог им приготовил. Отец, властью, которую ты мне дал, я связываю дух всякого страха, тревоги и депрессии во имя Иисуса Христа, что я свяжу на земле, то будет связано на небесах. Люди получают свободу от этого духа страхом прямо сейчас во имя Иисуса. Дух, покинь этих людей и их жизнь. Скоро появятся плоды этого освобождения. Я молюсь, чтобы вы познавали Бога, а не просто верили в Него. Познавайте Иисуса, Он даст вам цель и направит вас. Я верю, что сейчас кто-то из вас получает от Бога цель. Кому-то из вас прямо сейчас приходит Дух Святой, кому-то сейчас целесно приходит Иисус прямо туда, где вы находитесь. Он дает вам задания, Он дает понимание, и Огонь Божий наделяет вас силой быть счастью, остатка, чтобы идти вперед и нести познание Иисуса всему миру. Этот мир не должен утопать во грехе. Вы будете проводником святости, которая осветит всю эту землю во имя Иисуса. Аминь. Многие зрители делятся своими историями после просмотра программы «Это сверхъестественно». Я так благодарна Господу за то, что Он сделал сегодня утром, когда я смотрела выпуск с Джоном и Джанет Прудиан. Они молились за левую лодыжку, однако у меня сильно болела правая лодыжка. Я помню, как Джон озвучил слова Господа о том, что Его народ слишком медленно принимает чудеса. Когда Джон сказал о левой лодыжке, я чуть было не сказала, что это не про меня. Вместо этого я сказала, я тоже принимаю это. Я возложила руку на свою правую лодыжку, и в тот же момент была мгновенно исцелена. У меня был шок. Я так счастлива. Я могу подниматься по лестницам и ходить без боли. Бог коснулся меня и восстановил. Если Бог коснулся вас через передачу «Это сверхъестественно», поделитесь своей историей, по адресу которой видите на экране. Смотрите в следующем выпуске. Я пережила силу Божью во время своего спасения. Сила Святого Духа коснулась меня, но внутри меня шла борьба. Думаю, моя борьба была такой же, как у многих людей. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN в сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.